Всем привет, я Влад, это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Riximex Force 1 в калибре 5,5 мм. Вот такая вот красавица. Да, смотрите, давайте начнем с комплекта. В комплекте поставляется два вот таких вот магазина барабанного типа, рассчитанного на 12, соответственно, припасов. Также заправочный штуцер и комплект уплотнителей. В общем, довольно-таки неплохой комплект. Что ж, давайте посмотрим на данную винтовку поближе. Погнали! Интернет-магазин Попади в десятку. Это модель турецкого производства от компании Riximex, которая относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на правой стороне корпуса установлен манометр. Стреляет винтовка валанчиковыми пулями калибром 5,5 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором. Он расположен на правой стороне корпуса. Не слишком устойчиво стоит, поэтому может показаться, как будто бы он тяжелый. Но ничего подобного. После этого, да, винтовка может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, потому что стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится на спусковом крючке и защитит вас от случайного выстрела. Теперь же давайте я расскажу вам и про приклад данной винтовки. Смотрите. Ну, во-первых, вы можете регулировать его по длине, что очень удобно. Также, если раскрутить вот этот винт, вы сможете регулировать и подчечник. И помимо этого, ну, естественно, фиксируется также просто поджимом в конце. И помимо этого, конечно же, здесь есть резиновый рельефный тыльник, который, конечно же, увеличит сцепление с поверхностью плеча. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда вы с легкостью сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, например, сделал это я. Но, все верно, оптика в комплекте не идет и ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, и у нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому заходите. На этом планке не заканчивается, и под стволом также имеется планка, куда вы сможете установить сошки, тактическую рукоять, фонарик или же и вовсе лазерный целеуказатель. Длина изделия 1000 мм, из которых 490 мм, это длина ствола. Калибр 5,5 мм, объем ресивера 310 кубических сантиметров, вес винтовки 2 килограмма и 800 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду. Но на территорию России винтовки поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной винтовки не нужны никакие специальные документы. Просто приходите и покупайте. Но, конечно, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. На этом, друзья, обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам или же, может быть, задавайте вопросы. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров!